продолжаю заниматься вот этой чайкой 3 тут вот в чем загвоздка я почему не стал продолжать он машина стоит разобрана хотел старую краску тому дали но вот здесь вот этот вот корпус челночного шестеренка все тут на двух одном и на молекулярном уровне по ходу тут так вот так въел а держа двое суток стояла в керосине я не знаю сейчас я буду пытаться потому что хотел было сделать проще нашел у меня такие то есть но вот этот на 8 миллиметров длиннее он не встает тут свой он может быть от чайки 2 еще будут будет совместим но они разные я помню для чайки 2 мне досталось вот без без вот этого вала челночного я но пришлось покупать его отдельно вот и здесь надо расшевеливать я не знаю расшевелю его или нет но буду пытаться во всяком случае вот вот здесь схватилась все вот вот эта втулка между втулкой и корпусом ржачина потому что вал это должен крутиться свободно вместе со втулкой на стопорная втулка открутить ее тоже тут нереально знаю буду вот сейчас как-то что сделать что сделать даже постучать как-то ну тут въелась все въелась въелась она видать вот так стояла где-нибудь в воде наверно или вот машинка вот так стояла на полу наверно там слой воды был потому что вот только нижняя часть вот это крутится вот эти видно она не крутится и винты открутил свободно шесть шестеренки а здесь здесь глухо пока ну буду пытаться вот здесь накипела втулка как-то пытаясь может быть прорезать здесь но более ничего не вижу вот маленько прорезать можешь сюда керосине двое суток керосине толку 0 ну чтож выход один я тут против и сделал может быть как-то еще проникнет керосин горячая нагрел что-то мне показалось или нет что я проворачиваю что я провернул мне показалось сейчас может быть просто показалось так неясно показалось что провернулась относительно самого корпуса вот этот вал ух ты вот я закрутил по моему не показалось о точно о пошел пошел вал ура тут главное сдвинуть чуть-чуть так все с мертвой точки сдвинулась ладно сейчас я оставлю в керосине что-то я форсирую события а в таких случаях не надо торопиться ну что ж прошло часов шесть как я вроде бы как расшевелил но почти расшевелил так сейчас буду пробовать смотри идет о пошло 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 очень плохо пошло пока еще так ну шестеренку я расшевелил шестерня уже очень хорошо вращается так теперь главное 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 сам вал челночный надо все было тоже намертво третий раз уже грею так 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 ну ух ты хотя бы оборот оборот сделать не могу сделать оборота сильнее затянуть пошло пошло так так то уже прогресс прогресс было же вообще недвижимая смотри хорошо все веселее и веселей идет ну все вроде бы не все конечно сейчас можно ослабить так 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 проникающей смазки не смазки а этой горблингнера так ну все теперь она вручную будет крутиться до всего пошла 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 думал что не получится получилось нагрев и химия творят чудеса он уже пальчиком одним кручу все уже от руки но конечно вот так должно крутиться еще пока так не крутится но будет смею вас заверить сейчас уже дело техники все закрутилось наконец-то все и это закрутилось от руки легко и просто можно ставить на место двумя пальчиками так ну вот теперь можно сказать уже окончательно что машинка поставлена на ход остались буквально мелочи ну как мелочи осталось покрасить больше всего я переживал как я буду вот этот редуктор приводить в порядок но получилось нагрев химия еще раз нагрев химия и все в порядке главное все это делать комплексе и все получится не спеша последовательно и все будет нормально ну вот без маховика кручу двумя пальцами ну конечно надо пятно контакта потом выставляет все теперь я могу со спокойной совестью покрасить и собрать и будет еще одна швейная единица строю все на сегодня